На железнодорожном переезде в районе улицы Речной в сутки проходит 245 поездов. Масса каждого из них более 5000 тонн. Средняя скорость состава на переезде 60-70 км в час, трамбозной путь 1000 метров. Если на пути внезапно окажется автомобиль, поезд сомнет его как консервную банку. Чтобы предотвратить трагедию, этот ЖД-переезд оборудовали автоматической системой, которая подает звуковое оповещение и опускает шлагбаумы. Здесь проходит 6 полос ЖД-путей и обустроен пост, откуда сотрудники Куйбышевской железной дороги подают сигналы машинисту и контролируют работу автоматической системы. Также работникам приходится тщательно следить за автомобилистами. Некоторые из них не соблюдают правила переезда ЖД-путей и подвергают опасности себя, машинистов и пассажиров. В текущем году на Куйбышевской железной дороге произошло 14 дороже транспортных происшествий по вине водителей автотранспортных средств, грубо нарушивших правила дорожного движения. По статистике это в 2,5 раза больше уровня 2020 года. С начала октября сотрудники госавтоинспекции совместно с работниками железной дороги проводят профилактические рейды для водителей. Инспекторы ДПС останавливают участников дорожного движения и выдают памятки с правилами переезда ЖД-путей, а также проводят профилактические беседы. Нарушителям выписывают штраф в 1000 рублей или лишают водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только на железнодорожных переездах, соответственно уступив дорогу подвижному составу. Сами водители против профилактических рейдов ничего не имеют. Наоборот, считают, что их нужно проводить чаще. Нарушения бывают. Бывают, да? Да, проезжают при закрытом шлагбауме. Бывает такое случается. Нет, такого не делаю. Моя жизнь дорожная. Ну все может случиться. Это машина, она может просто заглохнуть на железнодорожных путях и все. Это не факт, что ты успеешь даже выбежать из машины. Сотрудники железной дороги и госавтоинспекции напоминают, что железнодорожный переезд – это особо опасный участок автомобильной дороги, который требует строгого соблюдения правил дорожного движения. Никита Колосов, Николай Сидоров. События.